Несколько лет назад центром притяжения мигрантов были мегаполисы. Теперь лакомым куском для иностранных граждан стала Кубань, которая с каждым годом предлагает все большее количество достойных рабочих мест. Но наряду с законопослушными гражданами, приносящими пользу, появляются и те, чьи поведение выходят за рамки правовых норм. Этот факт в ходе видеосовещания подчеркнул губернатор Александр Ткачев. Последние исследования Всероссийского Центра изучения общественного мнения показали, что люди считали незаконную миграцию главной угрозой для страны. 40 до 80% населения нашей страны в разных городах по-разному обеспокоены этой проблемой. И нужно сказать, что мы с вами неоднократно об этом говорили, заявляли на разных политических площадках, что эта угроза существует, что это надо считаться, определять законы действенные, решительные. В связи с подготовкой к Олимпиаде большой поток рабочей силы был задействован в Сочи. Строительные специальности были нужны, как никогда. Но вместе с порядочными работниками на курорте появились и те, кому Сочи стал не рад. В целях обеспечения безопасности курорта краевыми и муниципальными властями были применены жесткие меры. Увеличилось количество рейдов, миграционной службы, полиции, ФСБ и наркоконтроля. Ведутся профилактика правонарушений и разъяснительные беседы с работодателями. По окончании строительства, будь то объекта олимпийского строительства, либо строительства инфраструктуры городской, работодатель, привлекший иностранных граждан, а также граждан из других регионов Российской Федерации, будет способствовать их выезду за пределы города. То есть, убытие их, если говорим об иностранных гражданах, то есть в страны исхода, если говорим о российских гражданах, то, собственно говоря, выезду их к месту постоянного проживания. Ситуация в части миграции находится под полным контролем, то есть мы ее контролируем, знаем о местах и сроках пребывания иностранных граждан, которые прибыли в город Сочи. В Сочи на учет поставлено 55 тысяч иностранных граждан, прибывших на законных основаниях. Выдано порядка 30 тысяч действующих разрешений на работу. Нарушители же миграционного законодательства выдворяют из города и въезд на территорию России для них будет закрыт на пять лет. За последние полгода на курорте выявлено более тысячи таких мигрантов. По решению суда они были депортированы. В случае, если миграционный закон нарушается дважды, то гостеприимные двери нашей страны закрываются навсегда. Такая целенаправленная работа уже дает свои результаты. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.